Время криминальных новостей на нашем телеканале. С ними вас познакомлю я, Андрей Чумаков. Смотрите в этом выпуске программы «Город 112». Воины света остались без учителя. В Краснодаре начался судебный процесс над лидером секты, развращавшим своих последователей и их детей. Жуткая ДТП в фестивальном микрорайоне. Столкнулись мотоцикл и легковушка. Цветы вместо штрафов автоинспекторы поздравили женщин-водителей. Теперь подробности. Громкий процесс начался в Краснодарском краевом суде. Главный обвиняемый – лидер секты, развращавший своих последователей и их несовершеннолетних детей, младшей из которых было всего 9 лет. Александра Куренкова задержали сотрудники регионального управления ФСБ. Как установили следователи, он проводил семинары, на которых пропагандировал религиозное учение о так называемом квантовом переходе на иной вибрационный уровень. Проще говоря, учитель убеждал своих учеников, что скоро на земле произойдут катаклизмы, после которых все погибнут, а выживут лишь избранные. Таковыми можно было стать, вступив в его секту. Куренков пытался вовлечь туда как можно больше людей, а позже начал практиковать на своих учениках методы сексуального воздействия. Он подавлял волю женщины, полностью отключал их сознание. Дошло до того, что во время своих сеансов он развращал малолетнюю дочь одной из своих последовательниц. Действовала секта с эпатажным названием «Воины света» больше трех лет. Во время обысков у подсудимого были изъяты орудия пыток для непослушных учеников и целая коллекция порнографических фильмов. Впрочем, несмотря на арест учителя, дом, где располагалась секта, до сих пор функционирует. Там по-прежнему обитают последователи лжеучителя. Им попросту некуда идти. Все свои сбережения они отдали Куренкову. Сейчас с ними работают психологи. Добавлю, что первое судебное слушание по этому делу проходило в закрытом режиме. Главный фигурант явился в кресле-каталке и сетовал на проблемы со здоровьем. Мы будем следить за новыми подробностями по этому делу. Раскрыли жестокое преступление спустя почти четыре месяца. Все это время тело убитого пролежало во дворе частного дома. Хозяева его попросту не замечали. А когда нашли, мы рассказывали об этом на прошлой неделе, сообщили в полицию. Как установили сотрудники следкома, на месте преступления убийство совершил близкий друг покойного. В середине ноября между ними произошел конфликт. Дело дошло до драки, во время которой один из мужчин нанес несколько ударов другому по голове. От полученных травм его приятель скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, убийца отнес тело на соседний участок и спрятал в куче строительного мусора, прикрыв сверху тряпками. Сейчас подозреваемый находится под стражей. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение убийстве. Ему может грозить до 15 лет тюрьмы. Сегодня в Краснодаре тушили пожар. Загорелось двухэтажное здание по улице Чапаева. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного около 10 утра. Приехав на место происшествия, спасатели установили. Дом не жилой, внутри никого нет. К моменту их прибытия пламя охватило порядка 100 квадратных метров площади здания. Ликвидировать возгорание удалось уже через 20 минут. На месте происшествия работали 5 расчетов и 16 спасателей. Как нам сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, в огне никто не пострадал. Жуткое ДТП произошло накануне в Краснодаре. Столкнулась легковая машина и мотоцикл. Произошло это на перекрестке улиц Тургенева и Фестивальная. Как рассказали очевидцы, мотоциклист мчался на огромной скорости. На перекрестке он не заметил ВАЗ-4 модели и врезался в легковушку. Удар был настолько сильным, что отечественное авто перевернулось на крышу. Очевидцы тут же вызвали полицию и врачей, а до их приезда пытались оказать помощь пострадавшим на месте. Приехавшие медики обследовали пострадавших. У мотоциклиста диагностировали перелом плеча, его экстренно госпитализировали. Сейчас его жизни ничто не угрожает. В обстоятельствах ДТП разбираются автоинспекторы. В соцсетях появился видеоролик с участием мотоледи. В парке «30-летие Победы» девушка на мотоцикле перегородила тротуар мужчине, гулявшему по набережной с детьми. Он сделал ей замечание, но мотоледи утверждала, что правил не нарушила. Уйди, говорю. Ты не понимаешь? Разговаривай. Я говорю, уйди. Вон дорога твоя. Я на дорогу марш. Я на велосипеде. Где? Ну как, вот еду. Кати, кати. Видеороликом заинтересовались краснодарские автоинспекторы. В этот же день они нашли и задержали нарушительницу. Теперь ей придется заплатить штраф в 2000 рублей. На городские дороги сегодня вышли цветочные патрули. Мужчины в погонах. Встреча с которыми в другой день сулит неприятности. Сегодня дарят нарушительницам тюльпаны. Кстати, автолюбители и мужчины тоже проявили смекалку и поздравили дам в погонах. Анна Комарова обо всем по порядку. В предпраздничный день сотрудники ТПС следят за дорогой особенно пристально. Ни одна краснодарская автоледи не должна уехать. Без поздравления. Счастья, любви, всего лучшего и удачных дорог. С праздником наступать. Встречи с инспекторами на дороге чаще всего сулит водителям штраф. Однако сегодня цветочный патруль приятно удивляет автомобилистов. Даже тех, кто нарушил правила. Конечно, я не думала. Когда меня остановили, я думала, причина остановки. Очень приятно закончилась. Вместо копии протокола автолюбительница получает букет тюльпанов и решает сфотографироваться с галантными стражами порядка. Офицеры совсем не против. На прощание каждой автоледи напоминают о правилах безопасности на дороге. 8 марта вовсе не повод ими пренебрегать. Конечно же, любому сотруднику ДПС приятнее дарить женщинам цветы, чем выписывать протоколы. В преддверии праздника сотрудники будут более лояльно относиться к нарушениям правил дорожного движения женщинами-водителями. Доказаны и обратные. По словам полицейских, 8 марта женщины нарушают реже. Времени для наблюдения у стражей дорожного порядка было достаточно. Первые цветочные патрули в Краснодаре появились лет 10 назад. Кстати, сегодня в составе экипажа есть девушка в погонах. И ей неожиданно дарить цветы проезжающий мимо водитель. Очень неожиданно, очень приятно, на самом деле. Тоже вроде какой-то праздник, чувствовать себя женщиной, и что ты тоже тебя поздравляют, очень приятно. Поздравления от инспекторов цветочного патруля получают не только автоледи. Дорогие женщины, с праздником вас! Присоединяются к поздравлениям Анна Комарова, Олег Поддубный, Наталья Пелевко, телекомпания «Краснодар». На этом все. Соблюдайте законы и правила дорожного движения. Всех благ и пусть неприятности обходят вас стороной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова